коллеги всем привет здравствуйте коллеги друзья в одном из своих предыдущих видео я делал так называемое юальное приложение или спа для музея юмора я показывал как это можно сделать легко и просто при помощи фреймворка который называется аурелия не мудрствуя лукаво я решил такую же примерно приложение сделать на реакте и дальнейшем я конечно вы сделаю но выяснилась такая непонятная ситуация что такой паттерн как издатель подписчик ну или по-английски как пап сап ну то есть паблишер субскрайбер в реакте ну то есть в сам фреймворк встроенного механизма нет в отличие от аурелия это меня неприятно удивило и в общем поискав по интернету примерное решение там как это можно вообще между компонентами реакта передавать непосредственно сообщения я вот что-то как-то ну пришлось короче написали этот вот собственный ивент агрегатор это mpm пакет я в этом видео хочу показать как им пользоваться и собственно говоря для чего это все нужно ну в общем вы знаете что такое издатель подписчик или пап сап ну сокращенный вариант вообще паблишер субскрайбер в общем это когда один представьте что синенькие зелененькие вот и тут меня компоненты допустим реактовские ну или как в том видео на ауреле и там модули и они как-то между собой должны общаться передавать сообщением в разные стороны но в моем простом варианте есть паблишер который выстреливает какое-то событие и вот ресивер один ресивер два должны события получить еще раз повторюсь в реакте стандартного решения нету то есть вот это вот ивент агрегатор или подобных названий я не нашел я в реакте новин новичок на самом деле его вот меня удивило что вот этого нету такая элементарная простая вещь на самом деле и очень удобная она в реакте отсутствует в общем давайте я вам покажу что я сделал как это работает и а дальше вы уже будете решать так для того чтобы вообще делать какие-то эксперименты я для начала создам приложение обыкновенное для реакта которая будет которым будем экспериментировать а для этого что мне нужно написать npx create react app и название ну и сейчас произведет некоторая магия качается становится все что нужно и будет создана так папка у меня создалась мне это заняло порядка двух двух минут наверное может быть у вас потребуется больше или меньше не знаю наверно от скорости интернета здесь в общем давайте перейдем в папку здесь вот прям написано ssd это мы перешли в папку теперь я напишу волшебную команду код с точкой и у меня откроется понимаете visual studio код который уже будет открыта папка из которой я делаю запуск в общем для того чтобы для начала вообще эту штуку запустить здесь вот есть скрипт который запускает npm start вот вы видите npm run start итак вот появилось приложение она стандартная специальный скрипт его создает из шаблона в общем тут ничего удивительного нет давайте для удобства но это кстати тот негатив какой извиняюсь npm пакет я сделал сейчас буду показывать как он работает ну и что было вот побольше у нас только шансов для маневров я вот таким вот образом создан немножко пространство надо сказать что поваршел мне не нужен потому что у меня есть отличный поваршел который встроен непосредственно visual studio код но и для начала да вот эти вот картинки я думаю что они мне не нужны а вы решайте как хотите я немножко почище удалю вот это вот ненужные как мне кажется штуки и поэтому это немножко легче приложения но всяком случае будет место для того чтобы можно было показывать как работает хендер хендер нет ну и для того чтобы вот вся штука работала я сделала так уберу лишнее и здесь вместо ли джин центр я напишу маршрую лишь в один ем нажму сохранить вернее нужно сохранить все файлы так и не вы здесь вот я должен вот передо мной чистый чистый проект чистая но для того чтобы было понятно наш наша все таки не не совсем я напишу такую штуку напишу итак для начала давайте в папке src создадим новую папку которую назовем компонент вот и теперь создадим первый компонент который ну давайте назовем центр что было все не так очевидно как казалось так я его на gsx отлично ну и первым делом естественно экспорт класс пусть будет sender extents естественно реакт естественно компонент ну и для начала берем ошибки и напишем импорт акт ром ну естественно реакт ну и так сказать для начала ну и sender у нас должен что делать на sender должен давайте для начала сделаем конструктор нет все таки конструктор в конструкторе сделаем такую штуку здесь напишем props и здесь напишем props вот ну и создаем создадим стейт пусть он имеет в виду то есть пусть на хранить message который изначально будет значить имеет значение самого себя то есть название этого компонента sender так дальше так кажется неправильные скобки поставил давайте исправлю не нужен правильный код вот control kd все ну вот так куда теперь давайте создадим метод render вот и в нем делаем return я сделал таким вот образом ну и здесь единственное что покажу допустим пусть будет какой-нибудь п здесь напишу this state message ой вот и теперь теперь наверное так нам не уже должна была отобразиться почему-то не отобразил сейчас проверим давайте сделаем рестарт так отлично вот ну и раз у меня теперь эта штука есть давайте здесь создадим как раз sender нажмем сохранить да вот он отрендерился ну можно даже теперь сделать вот таким вот образом лишь наберем вот теперь у меня есть какой-то sender так у sender должна быть какая-то кнопочка давайте создадим эту кнопочку и пусть будет здесь создадим кнопку которая называется button и так просто button давайте поставим кнопку название send даже message будет неважно вот и теперь на самом деле нужно сделать какой-то он клик ну и назовем здесь назовем здесь так вот send message теперь нам этот метод нужно соответственно создать send message будет у нас давайте пока сделаем консоль лоб и message давайте сначала сделаем message вот такой вот let message ну сделаем через интерполяцию message from sender и здесь такую штуку поставим и напишем ну давайте new data to local time вот так вот нажмем сохранить здесь точку запятой здесь точку запятой сохраняем так что-то тут она ругается мне на понятно она говорит что должно все эта штука объединяется в один общий элемент но давайте так вот сделаем есть такой template отлично так 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 нажмем сохранить компиляция все запустилась только ничего не показалось ну видимо все таки здесь лучше должно быть дифф да все работает ну и в общем то если сейчас нажму 10 12 я нажму кнопку вот как вы видите добавляется сообщение давайте теперь создадим получателей давайте также в папке компонент назовем какой-нибудь рее сивер ван джи с ну и я вот простите меня за копипаст войне тут какой-то лишняя штука прицепилась я вот таким вот образом скопирую и в ресивере сделаю примерно то же самое ну только назову его как рее сивер лишнюю букву написал ресиверу ван ну и собственно говоря даже нам побольше скопирую опять же прошу меня велико нужно простить пусть у меня здесь будет empty для начала у пусто вот но и теперь на самом деле что мне нужно мне нужно мне нужно давайте рендер я сделаю ohn magazine bye эндер ра merные торн так по старинке сделал опять один основной див здесь напишу п но пусть выйдет просто мы сэдж дэс стать можем его менять поэтому не промертирует стоит ну и сейчас месседж вот так сейчас я уберу чтоб не мешалось так ну и для того чтобы наверно его как-то выдели давайте здесь напишем немножко красоты на видео допустим вот такой вот бордер какой-нибудь или пусть будет борта вовсе не важно вот здесь создадим этот бордер класс сделаем действительно бордер который будет 0 допустим 0 5 ем и так солид ну и допустим red сделаем марджин ну пусть будет допустим 1 ем достаточно вот ну и теперь когда мы вот этот вот получатель разместим ресивер как он рее север one вот так вот мне отобразился ресивер только я почему-то не вижу что он меня потому что я назвал бордер а здесь не бордер вот так вот должно быть да вот он появился бордер ну давайте здесь еще сделаем какой-нибудь дел нас вот он бордер где у нас поменяем немножечко бордер ну и padding опять же неправильно написал по ним будет уже один вот в общем у нас появился ресивер который может показывать сообщение и ну давайте я сделаю по образу и подобию второй компонент быстренько чтобы было допустим два я даже сделаю вот так вот хитренько ресивер 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 2 g6 теперь я сделаю ну вот так опять же прошу простить меня за мой копипаст вот таким вот образом сделать и control сохранить и теперь так же его подключим в основном компоненте и назовем его и север 2 так вот у нас появилась два ресивера да давайте еще немножечко сделаем по-хитрому вот я напишу что это у меня х 3 будет ресивер 1 это же 1 да 1 а здесь соответственно я напишу х 3 вернее и напишу что это ресивер 2 вот в общем то смотрите у нас есть какой-то отправлять или это главный такой компонент в принципе можно тоже рамочки нарисовать и есть два то есть что мне дальше нужно сделать давайте установим ивент агрегатор так для начала давайте остановлю нажму control кильда мне покажется терминал здесь терминале напишу npm install react event агрегатор нажму enter агрегатор сейчас опять произойдет некоторая магия он остановился теоретически я могу снова запустить приложение да действительно я поменял класс на классные мы все заработало так сейчас проверим что ошибок нет нет сообщения как вы видите идут но в процессе то есть теоретически мы готовы сделать что то что называется запустить обмен сообщениями так для начала я закрываю здесь все вообще давайте все и допустим для начала нам это сообщение в сендере нужно отправить итак что мне нужно сделать нужно сделать импорт ивент агрегатор ивент агрегатор from соответственно react ивент агрегатор агрегатор не люблю агрегатор не люблю одиночные кавычки простите поставлю двойные вот ну и теперь у меня есть ивент агрегатор который собственно говоря вот здесь вот в этом месте должен вместо вот это вот сообщение делать следующее вент агрегатор мне нужно сделать паблиш то есть я должен опубликовать сообщение для того чтобы управлять сообщение мне нужно указать наименование канала ну будем какой-нибудь там давайте абстракт называем channel 1 и здесь мне нужно указать payload так называемый что я собственно говоря буду передавать как вы понимаете я буду передавать тот самый message то есть надо понимать что я в этом канале то есть в этом payload так называемом я могу передавать все что угодно то есть объекты и даже хендлеры ну хотя с хендлерами я не играл смысла в этом не было ну а вот это вот работает по такому принципу то есть сейчас я такой же операцию проделаю и в остальных модулях то есть как минимум подключу вот этот вот ивент агрегатор теперь допустим здесь да но вообще теоретически это можно сделать конечно и в конструкторе но я предпочитаю все таки делать метод который называется subscribe вот и здесь вот его создам subscribe нет это меня будет делать делать следующее здесь будет ивент агрегатор будет subscribe и здесь нужно это делать то же самое я назвал канал channel 1 давайте проверим я чтоб не промахнуться конечно это название нужно носить настройки статичные переменные чтобы они не менялись чтобы можно было к ним обращаться в общем я сделал таким вот способом ну и здесь у меня теоретически должен быть хендлер в котором и будет реализация того чего делать с этим полученным сообщением но во первых у меня здесь обязательно channel channel название канала и собственно говоря тот самый payload и как вы понимаете здесь я могу сказать set state точка запятой здесь могу сказать что у меня там есть message ну и соответственно payload как вы понимаете все то же самое теперь должен проделать во втором получателе опять же прошу меня простить за копипаст самого не люблю но вот так вот сделал ну и в общем то а теперь на самом деле все готово к тому что получать сообщения и в общем я запустил приложение как вы видите оно вот работает то есть у меня вот есть receiver 1 receiver 2 он подписан на изменения сообщения ходят между между модулями и в общем что я могу делать ну давайте поэкспериментируем я сейчас делаю вот таким вот образом и еще вот таким вот образом и нажму сохранить да да что то их много наделал но тем не менее как вы видите все это работает в общем то вот собственно говоря все что хотел показать вот ввиду того что не было вент агрегатор вернее его не нашел может быть подскажете какие еще есть мне пришлось его сделать сделан npm пакет вот кстати я бы сделал как вы видите совершенно недавно а не не помню как делать описание в общем я даже целое видео снял на этом наверное все все а что в общем все здесь и и и и